Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня Лазарева суббота. Сегодняшний день открывает для нас страстные дни вхождения в Иерусалим. Господь грядет на свое страдание, к своему кресту и к своему вознесению. Прежде всего, Он приходит в дом к Марфии Марии, где друг его Лазарь уже четыре дня мертв. Господь приходит, чтобы извести его из гроба. Вся эта богослужебная неделя была посвящена шествию Христа в Ифанию. И в песнопениях этой недели и в Великопостной стихии говорилось о смерти Лазаря. Как Лазарь, уже умерший, лежит во гробе, и как он сходит во ад и видит там души всех от века скончавшихся людей, которые окружают его в надежде и чаянии пришествия Господа. И сам Лазарь со всеми умершими в аду пребывает. Друг Божий в аду. Друг Божий в смерти. И вот к этому Другу Божию грядет Господь. И также Он придет к каждому из нас, потому что Он сказал своим ученикам, апостолам, «Я вас не рабами называю, а друзьями своими». И каждому из нас, как Лазарю, идет Господь, потому что каждый из нас в этом мире умер, потому что грех убивает, отделяет человека от Бога. А там, где человек отделен от Бога, там не может быть никакой жизни. Ведь Господь, Он и есть жизнь. И если человек не с Богом, то Он в смерти пребывает. Все остальное, что люди почитают за жизнь, все временное, все исчезает. А все, что причастно к смерти, жизни не причастно. Несмотря на то, что мы подобно Лазарю, смердим уже своими грехами, и нам самим от этого смрада тяжело порой, и мы понимаем, кто мы есть и что мы есть на самом деле, мы ничего с собой сделать не можем, потому что своими грехами заключили себя во гроб, связали, запеленали, и пошевелиться иногда не можем для того, чтобы выйти на свет Божий, чтобы выйти к жизни. Но Господь все равно к нам идет. Он идет так же, как Он идет в Вифанию, так же, как Он пришел к Лазарю. Он идет для того, чтобы каждого из нас, связанного грехами, по рукам и ногам, как был связан пеленами Лазарь, от них разрешить и спасти. Господь приходит и очень любовно, и очень легко, одним только Своим словом, как одним только словом Он Лазаря из гроба позвал, так и нас. Одним только словом любви и милости разрешает от наших грехов, дает нам возможность прикоснуться к жизни, прикоснуться к настоящему, прикоснуться доподлинно к самому Христу, прикоснуться к Его любви, к Его жизни, и от этой любви воскреснуть и трудиться над собой и идти вслед за Ним. Идти так, как апостолы за Ним пошли, как воскрешенный Лазарь пошел за Ним до конца. Господь изводит нас из смерти, потому что нет другой жизни, как только жизнь Христова. Господь этого и от нас ждет, чтобы мы, воскресшие от греха, освобожденные от пут греховных, шли всегда вместе с Ним и никогда, никуда от Него не отходили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова праздника Входа Господня в Иерусалим преображаются православные храмы. Прихожане, во множестве стекающиеся на службу, приносят с собой цветы и веточки вербы. Один из 12 главных церковных праздников, Вход Господень в Иерусалим, Православная Церковь отмечает в последнее воскресенье перед Пасхой. Этот праздник восходит в глубокой древности и посвящен воспоминанию известного евангельского эпизода, когда Иисус Христос явился в город Иерусалим для принятия страданий и крестной смерти. Жители радостно приветствовали Христа, въезжавшего в город на осле, хвалебными словами «Осанна» и ветвями пальмы. С тех пор миновало 2000 лет, но каждый год мы, подобно жителям Иерусалима, приходим встречать Христа в храмы с ветвями деревьев. Вместо пальм на Руси стали использовать вербу как символ жизни и пробуждающейся весны. Отсюда и название шестой седмицы Великого Поста – Вербное воскресенье. В христианской религии с вербным воскресеньем связана идея милосердия и человеколюбия. Накануне и в день этого двунадесятого праздника во всех храмах Ставропольской и Невиномысской епархии пройдут праздничные богослужения. В Лазареву субботу происходит основная часть приготовлений к празднику. Во время всеночного бдения все люди в храме стоят с зажженными свечами и вербами. После чтения Евангелия священники совершают кождение верб благоуханным фимиамом, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Освященные вербы верующие разносят по домам и обыкновенно хранят в течение целого года, украшая имя святые иконы. Вход Господень в Иерусалим – это торжественный и светлый праздник, предваряющий радость Святой Пасхе. Держа в руках веточку вербы, мы исповедуем, что Иисус Христос есть истинный победитель смерти. Мы просим у Господа, чтобы Он сподобил нас встретить Его с радостью и ликованием. И для каждого из нас этот праздник – повод вновь задать себе вопрос, что для нас значит подвиг Христа и готовы ли мы следовать за Ним. И на сегодня это всё. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok